Конец десятого и далеко не самого удачного года первого десятилетия 21 века для Магнитогорска, да впрочем, как и для всей России, заставляет делать выводы следующие. Вариант из лучших для бизнеса, не зависеть ни от кого и быть востребованным. И как пример, вот несмотря ни на что, автомобиль таким же и остается, а его содержать в должном порядке необходимо, а иначе-то как? То есть техосмотр, пункты техосмотра, они нужны. И тут внимание особое привлек, ну лично у меня, пункт ПТО на шоссе Дачном, что на выезде из города в сторону озера Соленое. Он строился, он расширялся, да еще до каких размеров? Вы видите, так сказать, процесс в развитии. И вот год не слаще 2009-го, он запущен. То есть, несмотря ни на что, производственные предприятия в Магнитогорске расширяют перечень услуг. В преддверии Нового года мне бы хотелось бы еще население нашего города, автомобилистов особенно поздравить с наступающим Новым годом, пожелать им безаварийных дорог. И с 8 декабря, предюбилейный год, так как мы в городе, я бы сказал, что открылись самые первые по пункту технического осмотра, организовали это производство. У нас юбилейный год. В этот юбилейный год мы хотим нашим автолюбителям предоставить льготу преддверенного года в размере 10% скидки от стоимости технического осмотра. Пожелать хочется всем автомобилистам здоровья, счастья, семейного благополучия и чтобы их колеса всегда были накачаны. Я об этом и позаботился. Но мы позаботились еще и о том, чтобы на этом пункте было тепло. Для этого реализована та самая революционная технология по производству топлива из утилизированных резинотехнических изделий. Теперь там будет исполнен? Да, на сегодняшний момент у нас тепло там запустилось. Этот пункт у нас новый. У него там на сегодняшний момент 5 линий. Для того, чтобы пройти технический осмотр элементарно открыли сайт подъемник.ру, записались на техосмотр и просто спокойно прошли этот технический осмотр. Но это не только на том большом пункте, но это на всех наших пунктах, которые существуют у нас в городе Магнитогорске. Этот большой пункт, большой плюс, скажем так. То есть я могу через интернет спокойно записаться и уже не спать очередь. Я так понимаю? Да, да. Именно так, потому что у нас существует электронная очередь, где вы записываетесь, вас непосредственно сразу же оформляет инспектор ГИБДД, и вы спокойненько приезжаете по определенному вам времени и проходите технический осмотр автомобильного транспорта. Ну и, конечно, прелесть интернета. То есть в любой момент вы можете получить полную информацию. Телевидение, хорошо, нас увидели, люди порадовались, а все-таки интернет грядет. Есть ли у вас там другая информация? Мы знаем, что вы занимаетесь не только техническим рассмотром. Да, у нас есть свой неплохой сайт. Еще раз повторюсь, подъемник.ру. У нас на этом сайте отражена вся наша деятельность, наши организации. Это от техосмотра, это экспертиза промышленной безопасности, это изготовление рукавов высокого давления, утилизация резинотехнических изделий, это изготовление котлов под наше топливо, которое на сегодняшний момент поступает. Ну и многое другая информация. Полезно, конечно, те, кто люди интересуются этими делами, полезно, конечно, зайти на наш сайт и посмотреть, что мы полностью производим. Сегодня интернет – это часть жизни и единственный источник объективной информации. Наличие собственного сайта – это уже необходимость для каждого предприятия. И сегодня по интернету можно записаться и на техосмотр. Но нас интересует и еще одна сторона деятельности фирмы «Подъемник». Это утилизация резинотехнических отходов – колес, шин с получением печного топлива. Мы построили, я бы сказал, как Дмитрий Анатольевич Медведев выражается, нанотехнологии. Да, может быть, это в какой-то части и есть нанотехнология. Мы от переработанных резинотехнических изделий получаем топливо, так называемое печное. На основании этого топлива совместно с городом Октябрьском фирмой «Тегма» сделали котел, который работает на нашем топливе. Я бы посоветовал предприятиям, промышленникам посмотреть вот это оборудование, где оно работает очень эффективно, с наименьшими затратами и на пользу производства. Естественно, экономические составляющие. Мы знаем, что после Нового года и со вступлением в страны ВТО газ подорожает в 3-4 раза. В селяне так порадуются. Так и порадуются и производственники. Будут включены новые акцизы на топливо. Естественно, ваше топливо туда не попадает. И, мало того, оно в три раза дешевле. Так ли это? Да, на самом деле это так. То есть на сегодняшний момент наше топливо определяется ценой по сравнению производителей в разы дешевле. Почему? Потому что, во-первых, себестоимость получения этого топлива гораздо меньше. И топливо – это как бы идет вторичное сырье. И развитие малой энергетики на вторичном сырье, я считаю, это более экономически выгодно, разрабатывать такие программы. Поэтому мы занялись вот этим вот процессом. И на сегодняшний момент, я думаю, у нас все получилось. Получилось почему? Потому что мы из эксперимента перешли именно на производство. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...